здравствуйте ребята сегодня у нас состоится очередная лекция по теории групп и тема сегодняшней лекции у нас такая классические действия и представления групп давайте запишем так вот некоторые классические действия можно прошлый раз с вами рассматривали конкретно мы с вами рассматривали действие группы же на себе самой левыми сдвигами и следующее что мы начали рассматривать это действие группы же на себе сопряжениями вот давайте это действие сейчас еще раз так сказать я определю и рассмотрим его более подробно его свойствам и так действие и а мы обозначали так от x это это x степени а в минус 1 или есть расписать эту степень это у нас будет а x а в минус 1 и так мы видим что элемент а действует на элемент x с помощью сопряжения на элемент р минус 1 и вспомнить определенные сопряжения вот именно вот это отображение именно сопряжения с помощью a в минус 1 а не сопряжение с помощью а она нас на самом деле кажется более естественно потому что она как раз обладает свойствами и действия давайте это проверим нашу что означает что это действие это означает что и от а b равно и а композиция и от б вот собственно говоря определение действия то есть мы должны проверить что соответствие который элементу а из же сопоставляет это преобразование и она является галаморфизм галаморфизмом группы же в группу обратимых преобразований обратимых преобразований взаимно однозначных естественно самой группы же вот давайте вот этот условие действия проверим и так и от а b если на x дает нам что x степени а b в минус 1 по определению дальше мы можем записать что это будет x степени b минус 1 умножить на а минус 1 и по свойствам уже степеней это можно записать так это будет x степени b в минус 1 еще в степени а в минус 1 и к степени b минус 1 по определению это преобразование и b действующие на x еще в степени а в минус 1 это получается и а композиции и b это действующие на x результат последовательное действие это естественно будет композиции так ну вот условия галаморфизма мы проверили тем самым мы доказали что отображение которое элементу а сопоставляет вот такое вот преобразование сопряжением как мы видим с помощью элементов минус 1 на действительно является действием так кроме того что еще можно заметить само по себе вот это преобразование она является изоморфизмом группы же на себя давайте запишем и так и а как преобразование группы же это изоморфизм изоморфизм же на себе так мы думаем взаимно однозначность это отображение понятно потому что для и а существует обратное преобразование мы знаем это и с индексом а в минус 1 то есть взаимно однозначность это отображение очевидно теперь давайте проверим что это будет гомоморфизм группы же на себя то есть мы должны проверить что и а от x y равно и а от x но и а от и миг когда это будет действительно галморфизм группы же на себя давайте проверим и а от x и грек это будет x и грек и пени а в минус 1 опять-таки по свойствам степеней это будет их степени а в минус 1 на y степени а в минус 1 то есть это будет и а от x умножить умножить на и а вот собственно гряд мы это и хотели показать вы знаете что изоморфизм группы на себя называется автоморфизмом по-моему я такое уже определение вводил и так получается что каждое по отдельности преобразования то есть действие элемента а является автоморфизмом давайте запишем что имя с индексом а это автоморфизм уже на себя в дальнейшем этим будем пользоваться что это автоморфизм так ну теперь давайте рассмотрим свойства от этого действия сопряжением так ну прежде всего давайте орбиты действия разберем орбиты действия итак давайте посмотрим же от x что это такое и так мы действуем на элемент x всевозможными элементами а то есть это будет совокупность выражение вида и от x где пробегает группу же или это будет x степени а в минус 1 где а пробегает группу же но в результате получается что если а пробегает группу же там и на элемент x действуем сопряжениями с помощью всевозможных элементов группы же понятно что получается класс сопряженных элементов порожденный элементом то есть это будет x степени итак орбита действия данного вот действие сопряжением это будет класс сопряженных элементов класс сопряженных элементов порожденный элементом или содержащий x так и так класс сопряженных элементов порожденный элементом x так дальше давайте рассмотрим стабилизатор соответственно элемента x и так Стабилизатор элемента x по определению, опять-таки, это совокупность элементов a и g, таких, что a при действии на x дает a. А на x, при действии на x дает x. То есть, сохраняет элемент x неподвижным. Так, ну понятно, что это равносильно тому, что у нас мы рассматриваем a из g с условием, что a, x, a в минус 1, потому что мы действуем здесь с сопряжением, равно x. Вот это равенство выгодно умножить справа на элемент a. Тогда мы получим такие элементы a из g, такие, что a, x равно x, a. Иначе говоря, это такие элементы, которые коммутируют с элементом x. Вот такое множество. Оно, естественно, является подгруппой в группе g, потому что оно является стабилизатором элемента x. А мы говорили, что стабилизатор — это то же самое, что стационарная подгруппа. А стационарная подгруппа всегда является подгруппой в группе g. Итак, с одной стороны стабилизатор — это подгруппа в группе g. Я вот так напишу. И вот у этой подгруппы есть специальное название. Оно называется так. Это называется централизатор элемента x в группе g. Давайте запишем. Построенная подгруппа называется централизатором элемента x в группе g. Для централизатора обычно применяется такое обозначение. пишут букву C от слова «централизатор». Здесь снизу индекс G и здесь от X. Так, ну и давайте, поскольку дальше у нас централизатор будет встречаться еще неоднократно, я запишу еще раз. C, G от X. Что это такое? Это совокупность A и G фактически. Таких элементов A, которые коммутируют с элементом X. Таких, что AX равно XA. Вот мы это с вами получили здесь. Так, хорошо. Дальше давайте воспользуемся утверждением о мощности орбиты. Орбиты элемента X мы уже видели. Это класс сопряженных элементов. Значит, в данном случае орбита элемента X, она, как мы знаем, равна индексу стабилизатора. Правильно? Я сейчас напишу. Это будет G, деленное на стабилизатор X. Поскольку здесь у нас стоит мощность, здесь мы должны тоже поставить мощность. Так, ну, а в случае конечной группы, давайте запишем, если G конечна, то мощность стационарной подгруппы фактически равна вот чему. Это будет порядок G, делить на порядок стабилизатора, который мы назвали централизатором элемента X. Это будет C, G, X. Итак, если мы разделим порядок G на порядок централизатора, мы получаем как раз порядок стационарной подгруппы. Это прямое следствие, еще раз скажу, утверждения о мощности класса сопряженных элементов. Дальше. Обычно, когда мы говорили о действиях, мы рассматривали, будет ли, скажем, действие эффективным. Давайте вот в этом случае убедимся, от чего это зависит. Итак, нужно найти ядро действия. Kernel E. По определению ядра, это такие элементы A и G, для которых каждый элемент X является неподвижным. Такие, что каждый элемент X и G удовлетворяет условие, что AX равно X. Здесь точка означает применение действия элемента A на X. Давайте опять-таки посмотрим. Что это такое будет? Это A и G. Таких, что до любого X и G. Поскольку здесь действие происходит, опять же, с сопряжением, мы можем записать, что AX равно X, равносильно AXA в минус 1 равно X, или это равносильно тому, что AX равно XA. Итак, AX равно XA. Итак, получается, что когда мы говорим о централизаторе элемента X, это как раз те A, которые его сохраняют при действии с сопряжением, или те A, которые с X коммутируют. Правильно? Ну, а если это, наверное, для всех X, то понятно, что вот это ядро, это будет пересечение всевозможных централизаторов. Я напишу так. Это пересечение централизаторов элементов X по всем X, принадлежащим группе G. То есть мы ищем такие элементы A, которые одновременно лежат во всех централизаторах. То есть для всех X в этом случае как раз, как здесь написано, для всех X из G будет выполняться то, что такие элементы A коммутируют сразу со всеми элементами X. Так, ну вот, такое получается ядро. Ну, и такое ядро тоже имеет название. Давайте запишем. Полученное ядро обозначается Z от X, Z от G, извиняюсь, и называется центром группы G. Давайте запишем. Это центр группы G. Итак, центр, можно заметить, что это совокупность всех таких элементов A, которые коммутируют со всеми элементами группы G. Давайте так запишем. Словами. Иначе говоря, центр группы, центр группы, это совокупность всех таких элементов A из группы, центр группы, это совокупность всех таких элементов A из группы, которые коммутируют со всеми элементами группы. Центр группы, это совокупность всех таких элементов группы, которые коммутируют со всеми элементами группы. Ну, а иначе говоря, это пересечение всевозможных централизаторов по всем X из группы G, как мы выяснили. Так, ну, я думаю, всем очевидно, что центр всегда является нормальной подгруппой в группе G, потому что, понятно, что элементы центра со всеми коммутируют. Ну, давайте на секрте еще запишем. Очевидно, что Z, G — нормальная подгруппа в группе G. Так, ну вот, дальше давайте такое вот упражнение запишем, полезное упражнение. Упражнение 1. Доказать, что нейтрализатор элемента X в группе G — это наибольшая подгруппа G, такая, что X принадлежит центру этой подгруппы. Такая, что X принадлежит центру этой подгруппы. Полезное вот такое вот упражнение, я думаю, что вы с ним справитесь. Так, дальше докажем одно полезное утверждение, которое, опять-таки, характеризует мощность класса сопряженных элементов. Вот здесь я напишу утверждение 1. Утверждение 1. Если G — конечная группа, если G — конечная группа, X элемент из G, то порядок G делит на порядок элемента, оказывается делится на мощность или число элементов класса сопряженных элементов, порожденным X. И так вот утверждается, что порядок G делит на порядок элемента, делится на порядок класса сопряженных элементов, порожденного X. Доказательства. Так, ну давайте сначала воспользуемся вот этой вот формулой. Давайте я обозначу, это формула 1. У нас сегодня уже было доказано. И так я могу написать, что мощность вот такого класса, фактически это следствие утверждения о мощности орбиты, это будет порядок G делит на порядок импровизатора X в группе G. Так, дальше давайте рассмотрим вот что. Рассмотрим циклическую подгруппу, порожденную элементом X. Понятно, что она состоит из всевозможных степеней элемента X. Ну и понятно, что поскольку у нас группа конечна, то существует какое-то конечное число таких степеней, а именно это будет X в степени, давайте напишем, орд X минус 1. Потому что X в степени орды X понятно, чему будет равно. Опять же, равно нейтральному, совершенно верно. Так, ну вот, давайте посмотрим. Элементы, которые мы взяли вот в этой циклической подгруппе, будут ли они с X коммутировать? Очевидно. Все вот степени X с X коммутируют. Значит, вот эта вот циклическая подгруппа, она является подгруппой в централизаторе. Потому что мы так определили централизатор, как совокупность всех элементов группы, которые коммутируют с X. Итак, давайте запишем, что вот эта циклическая подгруппа, очевидно, является подгруппой в централизаторе элемента X. Потому что каждая степень элемента X с X коммутирует. Так, ну давайте это запишем. Тогда по теории Милогранжа мы можем записать, что существует M натуральное, такое, что порядок централизатора будет равен M на порядок циклической подгруппы. А порядок циклической подгруппы совпадает с чем, кто скажет? С порядком самого элемента X, правильно? Мы говорили, что вот в этой циклической подгруппе имеется орды X элементов. То есть я могу написать, что это M умножить на орды X. Порядок циклической подгруппы, любой, а совпадает всегда с порядком самого элемента X, порождающего элемента. Так, ну давайте как-то это воспользуемся. Я вот сюда вместо порядка централизатора могу подставить вот это произведение M на орды X. Итак, X вепеняже мощность равна порядок Z делить на M и умножить на орды X. Давайте вот этот множитель M я перенесу сюда. Отсюда следует, что G порядок G делить на орды X M умножить на XG. Давайте посмотрим, что мы хотели доказать, что порядок группы делить на порядок элемента этой группы делится на мощность класса сопряженных элементов. Ну понятно, что вот это вот выражение, которое мы получили справа, на такую вот мощность делится. Все утверждение доказано. Так, ну давайте какой-нибудь пример разберем. Так, давайте возьмем G, это группа A4. А X я возьму например, цикл 1, 2, 3. Я знаю, что цикл от длины 3 это четная подставка. Значит, X принадлежит G. Так, вот нас интересует, что дадут в данном случае вот это утверждение. Порядок элемента X чему равен в данном случае? Цикл от длины 3 порядок чему равен? Трем. То, что нужно в куб возвести, чтобы получить нейтральный. Итак, мы можем записать, что 12 делить на 3 делится на что? На что делится? На мощность на мощность 1, 2, 3 в степени А4. Это как раз класс сопряженных элементов, порожденный циклом длины 3. Обращаю внимание, что если бы у нас G было А4, не А4, а АС4, тогда у нас легко проверить вот таких вот элементов, каждый вот элемент, они же между собой, каждый цикл длины 3 сопряжен к любому другому циклу длины 3. И всего таких циклов длины 3, количество таких циклов имеется 8. Имеется 8 циклов длины 3 в С4. Легко посчитать. Смотрите, мы выбираем какие-то 3 элемента из 4. Это С из 4 по 3, то есть с тремя способами. А потом понятно, что кроме цикла 1, 2, 3 всегда есть обратный цикл. 1, 3, 2, например. Поэтому всего циклов различных в группе С4 имеется 8. И здесь как раз 1, 2, 3 степени С4 мощность этого класса сопряженных элементов, порожденного элементом 1, 2, 3 будет равна 8. Потому что мы уже с вами доказывали, что как раз все подстановки, которые имеют одинаковые циклические типы, они всегда сопряжены между собой. Вот один из циклических типов это цикл длины 3. Те циклы, получается, между собой сопряжены в С4. Итак, смотрите. Получается, что раз здесь 4 делится на вот эту мощность, получается, что эта мощность, ну, понятно, что 1, 2, 3 она содержит. Значит, эта мощность какая у нас будет? Она будет равна либо... Какие делители есть у числа 4? Ну, здесь 2, 4, собственно говоря. Вот. Ну, на самом деле, легко проверить, что как раз класс сопряженных элементов в А4 будет иметь мощность именно 4. То есть, вот этот класс как бы распадается на 2. Вот. И вот спрашивается, с чем связан тот факт, что класс сопряженных элементов, которые сопряжены в С4, кстати, есть какой-то класс, состоящий из 8 элементов, почему он должен распадаться именно на 2 класса? Как вы думаете? С чем это связано? С чем это связано? Да, это связано, собственно говоря, правильно вы говорите, с тем, что А4 это подгруппа индекса 2 в С4. Это касается общей такой ситуации, что если у вас есть, например, какая-то группа, в ней есть подгруппа индекса 2, то каждый класс сопряженных элементов в большой группе может распасться на 2 класса. Некоторые распадаются, некоторые нет. Мы потом вернемся как-нибудь к этому вопросу и разберемся, от чего это зависит. Но если распадается класс, то обязательно на 2. И это связано, на 2 класса, это связано с тем, что в данном случае вот подгруппа имеет индекс 2 в самой группе. Давайте запишем, что правильный ответ здесь 4. Ответ. Класс сопряженных элементов состоит из 4 элементов. и это связано с тем, что А4 имеет индекс 2 в С4. А4 имеет индекс 2 в С4. На самом деле, для того, чтобы весь этот класс описать, можно взять, скажем, такие вот элементы произведения транспозиции 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. Очевидно, других произведений транспозиции в группе А4 нет. И вот если мы подействуем сопряжением с помощью этих элементов, сопряжением с помощью этих элементов, на 1, 2, 3, то как раз весь класс сопряженных элементов и получится. Проверьте это самостоятельно. Так, ну вот мы разобрали пример, который показывает нам, что бывают такие классы сопряженных элементов, которые в большой группе, скажем, содержат больше элементов, чем в подгруппе индекса 2. А в подгруппе индекса 2 они обязаны распадаться. Наверняка вы с таким уже на примерах сталкивались. Так, ну а теперь давайте вернемся к автоморфизмам. Так, мы уже сегодня говорили, что всякий изоморфизм группы G на себя является, называется автоморфизмом группы. Такое под заголовочек давайте запишем. Группа автоморфизмов. Давайте запишем. Легко видеть, что композиция двух автоморфизмов всегда является тоже автоморфизмом. Легко видеть, что композиция двух автоморфизмов является автоморфизмом. И отображение обратное к автоморфизму, поскольку автоморфизм всегда взаимно однозначен, к нему есть обратное, тоже является автоморфизмом. Следовательно, множество всех автоморфизмов образует группу относительно какой операции? Относительно композиции. Давайте запишем. Следует на множество всех автоморфизмов, образует группу относительно операций композиции. Обозначается она так. Out-G. Итак, это группа автоморфизмов группы G. Я специально оставил один из примеров автоморфизмов. Мы с вами это даже проверили. Мы проверили, что Ia является автоморфизмом. Итак, давайте запишем пример автоморфизма. Ia от x. Это x в степени A в минус 1. То, что это автоморфизм, мы здесь с вами проверяли. Начали лекции. То есть это изоморфизм группы на себя. Так. Ну вот, такого рода изоморфизмы, которые получаются с помощью сопряжения, они называются внутренними автоморфизмами. Давайте запишем определение. Автоморфизмы G вида Ia от x, равные x в степени A в минус 1, называются внутренними автоморфизмами. Так, ну сейчас мы докажем такое утверждение. Утверждение 2. Да. Подгруппа внутренних автоморфизмов тоже имеет обозначение. Оно обозначается так. Ina G. Ina от слова Ina. Ina. Это означает внутренний. Наверняка вы, если какую-нибудь математическую литературу читали, встречали такое слово Ina product. Встречал кто-нибудь, нет? Да, только это называется не внутреннее произведение, а скалярное произведение. Вот у нас в русскоязычной литературе говорят скалярное произведение, а в англоязычной литературе слово скалярное произведение не употребляют, а говорят inner product. То есть внутреннее произведение, как бы, для векторов. Вот имейте это в виду, что... Но в данном случае in, как раз это будет означать inner, это подгруппа внутренних афноморфизмов. Давайте запишем in G, подгруппа в out G. Так, утверждение такое. Мы хотим явно описать эту подгруппу. Давайте запишем утверждение 2. in G, заморфно G по центру. Фактор группе G по центру. Так, для того, чтобы доказать, давайте вернемся вот к этому гомоморфизму, который мы в начале лекции ввели. Итак, еще раз. Существует гомоморфизм, который G отображает в... На самом деле в in G, который элементу А сопоставляет сопряжение, вот внутреннее сопряжение, задаваемое вот этой формулой. Сопоставляет и А. Итак, есть у нас гомоморфизм, отображающий G в in G. Понятно, что этот гомоморфизм сюрреактивен. Всем это понятно. Потому что образ этого гомоморфизма как раз дает нам что? Внутренние автоморфизмы. Когда у нас элементы А пробегают G, мы здесь получаем и А. Это всевозможные внутренние автоморфизмы. Так, ну тогда давайте посмотрим, применим теорему о гомоморфизмах. Желательно знать еще, а какое будет ядро Акернл И. Акернл И мы уже сегодня вычисляли. Вот же он, смотрите, вычислил. Ядро вот этого действия И, как раз мы назвали, что это центр группы. Это совокупность таких элементов А, которые коммутируют со всеми элементами нашей группы. Это у нас центр группы. Кернл И, это Z от G. Ну и осталось только применить какую теорему, кто скажет. Да, основную теорему о гомоморфизмах. Давайте запишем. По основной теореме о гомоморфизме, мы получаем, что имя G изоморфма G по Z. То есть фактор группы G по центру. Вот такой вот полезный результат. Да, ну и естественно, можно задать вопрос, а обязательно ли подгруппа внутренних автоморфизмов совпадает с группой всех автоморфизмов? Ну вот вовсе не всегда она совпадает. Давайте я сейчас приведу пример. Замечание такое. Замечание. Может быть, In G не равно out G. Может быть, In G не равно out G. Давайте представим себе, что пусть у нас G Абелева группа. Тогда вот такое действие. К чему сводится? Как вы думаете? Да. Поскольку А и Х коммутируют, понятно, что здесь мы получим просто Х. Получается, что и А всегда будет тождественное отображение. Давайте запишем. Тогда И с индексом А это будет identity. Вот так мы пишем. Тождественное отображение G на себя. Ну и тогда понятно, что у нас как бы здесь In G это будет как бы единичная подгруппа. У нас состоит только из одного нейтрального элемента. И этим нейтральным элементом как раз является тождественное отображение. Здесь в качестве Е нужно взять identity. Так. А вот что касается группы автоморфизмов, то здесь так есть так называемые внешние автоморфизмы. И один я такой приведу. Давайте запишем. Пример внешнего автоморфизма. Который не является внутренним, они называются внешним. К примеру, внешнего автоморфизма. G на G. Очень простой пример. Давайте напишем. C от A равно A в минусе. Ну, здесь элементарная проверка показывает, что как раз такое отображение, которое элементу сопоставляет обратный элемент, оно является автоморфизмом как раз в случае Абелевой группы. Если бы группа была бы не Абелевой, это не было бы автоморфизмом. Вот в случае Абелевой группы это будет автоморфизм. то, что это отображение взаимно однозначно, я думаю, тоже понятно, потому что к нему обратно это будет оно само. Дважды примените взятие обратного элемента, получится снова исходный элемент. Так, ну вот, что я хотел рассказать об автоморфизмах. Итак, бывают автоморфизмы внутренние и внешние. Ну и такое упражнение давайте запишем. Упражнение опять же полезное. Упражнение два. Доказать, что им же нормальная подгруппа вау же. То есть подгруппа внутренних автоморфизмов всегда является нормальной подгруппой всех автоморфизм. Так, давайте запишем такой заголовочек уравнение классов. уравнение классов. имеется классы сопряженных элементов. Классов я представляет х степени же. Кто скажет? Класс сопряженных элементов порожденный х. собой будет представлять? Просто элементы х, правильно? Потому что х же со всеми элементами из центра со всеми элементами группы коммутируют. когда вы будете действовать сопряжением с помощью любого элемента вы снова получите х. Итак, что здесь х, это будет просто х. так, обратно, если х не принадлежит zg, давайте посмотрим, х не принадлежит zg, тогда, очевидно, раз он не лежит в центре, то найдется элемент а, с которым он не коммутирует. Если существует элемент а из g, такой, что ах не равно х. Или отсюда следует, естественно, что ах а в минус 1 не равно х. но ах а в минус 1, это элемент уже сопряженный с элементом х, и отсюда мы можем сказать, что мощность х в степени g уже по крайней мере будет больше единицы. Так понятно, что здесь заведомо будет элемент х сам в классе сопряженных элементов порожденным х, но еще какие-то другие элементы будут, которые отличны от х, значит, мощность будет больше единицы. Итак, мы можем сказать, что класс сопряженных элементов порожденный х состоит только из х, тогда и только тогда, когда что? Когда х центральный, правильно? Давайте запишем вывод. Класс сопряженных элементов сопряженных элементов порожденный х или содержащий х, можно так сказать. Класс сопряженных элементов порожденный х состоит в точности из одного элемента х тогда и только тогда, когда х является центральным. Когда х является центральным. Отсюда вытекает важное следствие. Такое. Давайте вспомним. У нас ведь группа G распадается на что? На классы сопряженных элементов. И эти классы образуют дизъюнтное объединение. Дизъюнтное объединение различных классов дает нашу группу G. Поэтому мы можем написать, что мощность G равна мощности классов отдельных элементов. И сразу мы можем записать те классы, которые лежат в центре. Обращаю внимание, что в центре группы, по крайней мере, один элемент всегда содержится. Какой? Кто скажет? Который со всеми коммутирует заведомо. Нейтральный. Поэтому Z от G это всегда получается какое-то непустое множество. Итак, я напишу здесь мощность Z от G. И здесь я могу сказать, что содержатся все классы сопряженных элементов, которые являются одноточечными. Я так напишу сразу. Одноточечные классы сопряженных элементов. А дальше я должен еще учесть те классы, у которых мощность больше единицы. Правильно? Одноточечные у нас содержатся здесь в центре. А дальше классы, которые уже имеют мощность больше единицы. Но для них можно сказать, что у них есть мощность, которая вычисляется через индекс, например. Давайте это запишем. Для них можно сказать, возникает сумма по S от единицы до R. Порядок G зелит на порядок C, G. А что так? АИТ. Где? Где АИТ? Это представители тех классов сопряженных элементов, мощности которых больше единицы. То есть вот такие классы. АИТа — это представители тех классов сопряженных элементов, которые содержат более одного элемента. Которые содержат более одного элемента. Да, ну понятно, что в данном случае, когда мы говорим о том, что порядок G равен, мы имеем в виду, конечно, группу конечную. Давайте здесь запишем. G конечную. В случае бесконечной группы не очень понятно, что складывается. Так, ну вот формула, которую мы получили, она как раз и называется уравнением классов сопряженных элементов. Вот заголовочек мы с вами написали. Давайте запишем, что вот это называется в литературе. Уравнение классов. Классов, я уже сказал, сопряженных элементов. Итак, еще раз. Это фактически формула орбит. А мы говорили, что мощность орбиты равна, как бы, к сумме мощности отдельных, так сказать. Ну, поскольку здесь вся группа G распадается на орбиты. Вот мы эти орбиты, так считаем их мощностью. И при этом те орбиты, которые у нас являются одноточечными, попадают сюда, а те, которые являются неодноточечными, которые содержат более одного элемента, попадают сюда. Получается такая форма. Так, ну сейчас мы ее применим для исследования так называемых P-групп. Давайте запишем. Конечная P-группа. Конечная P-группа. Определение. Конечная P-группа называется P-группой. В скобочках, где P, это простое число обязательно. Где P-простое число. Если ее порядок, если порядок G является степенью P в степени N, а N натуральное число. Так, ну давайте пример. Давайте представим себе, что порядок G просто равен простому числу P. P опять же, простую. Про такую группу, которая имеет порядок P, мы уже доказывали, что она какой является. Кто помнит? Циклическая, совершенно верно. Отсюда следует G циклическая. И более того, G в этом случае изоморфно ZP. Или CEP. И так, и так обозначает циклическую группу порядка P. ZP это когда имеет в виду, что операция здесь будет сложения. Если хотят показать, что операция именно умножения, тогда пишут CEP. Называется абстрактная циклическая группа порядка P. Так, и так, пример вот P-группы мы с вами рассмотрели. Так, дальше давайте спешим такую теорему. Теорема 1. Всякая P-группа имеет нетривиальный центр. П-группа имеет нетривиальный центр. Ну вот что значит слова нетривиальные? Мы уже сегодня говорили, что центр всегда содержит хотя бы один элемент, это нейтральный, правильно? А как вы думаете тогда, что означает слово нетривиальный? Да, есть кроме нейтрального элемента еще что-то и есть. Вот так нужно понимать, что нетривиальный центр. Так, доказательства. Ну, давайте сначала рассмотрим такой случай, когда A. Если G совпадает с центром G. Абелева, совершенно верно. Если группа Абелева, в ней все элементы коммутируют друг с другом, тогда получается, что G совпадает с центром. Тогда сразу ясно, что центр нетривиальный, потому что даже группа содержит P в степени N элементов. Тогда я напишу, что все доказано. Все доказано. Вот он, центр, это вся группа G. Так, второй случай, B. Пусть G не равна ZG. Тогда давайте запишем вот уравнение классов и выразим отсюда мощность центра. Итак, отсюда мы можем записать, что мощность ZG, мощность центра будет равна чему? Это порядок G минус сумма по S от 1 до R порядок G делить на порядок централизаторов. С, G от A и T. Так, давайте посмотрим. У нас по условию группа G является P-группой. Значит, порядок G равен P в степени N. Итак, понятно, что первое слагаемое делится на P. Пока давайте посмотрим насчет делимости. Как вы думаете, вот это у нас будет делиться на P или нет? Понятно, что поскольку у нас централизатор содержит элементы, правильно? Значит, здесь централизатор АИТова, это делитель, мощность централизатора, это делитель порядка группы. И понятно, что вот эта мощность централизатора, она не совпадает с порядком группы. То есть, когда мы порядок группы P в степени N разделим на порядок централизатора, то, что здесь останется, тоже будет делиться на P. Понятно, почему? Потому что у нас не может просто здесь совпадать числитель и знаменатель. Если бы они у нас совпадали, то у нас бы здесь централизатор был бы столько элементов, сколько в порядке G. Так, значит, получается, что это тоже делится на P. Так, правая часть делится на P. И отсюда следует, что порядок централизатора Z от G, он больше либо равен P, так как E заведомо принадлежит центру G. То есть, наша цель была доказать, что центр не тривиальный. Мы показали, что мощность центра, она делится на P. С другой стороны, элемент E принадлежит центру, значит, эта мощность не может равняться нулю. Теоретически можно было бы получить, что здесь у нас разность равна нулю, тогда бы мы не получили бы ничего относительно центра. Но центр у нас, как минимум, элемент E содержит, значит, вот эта вот разность обязана не просто делиться на P, а должна быть больше и равна P. Вот такое вот здесь доказательство. Что такое R? Давайте запишем. Вот здесь вот у нас R — это число тех классов сопряженных элементов, которые содержат более одного элемента. Вот что такое R. Суммирование идет по S от единицы до R. А, здесь тогда A S нужно было написать. Вы это имеете, да? Давайте здесь A S, конечно, напишем. И здесь... А здесь тоже A S написать. Я извиняюсь. Ну, понятно, что идет суммирование по индексу S, нужно было здесь его уже и указать. Так, где A S — представители тех классов, опять же, которые содержат более одного элемента. Так, ну, давайте все-таки объясним еще раз этот момент, почему у нас здесь не может произойти совпадение. Так, если бы... Давайте рассмотрим. Если бы порядок G равнялся порядку C G от A S, тогда бы это означало, что централизатор A S равен G. Это о чем говорит? То все элементы группы коммутируют с элементом A S, правильно? А если все элементы группы коммутируют с элементом A S, значит, A S сам лежит в центре. Сюда следует, что A S принадлежит центру группы. А это противоречит тому, чтобы записали, что A S — это представители тех классов сопряженных элементов, которые содержат более одного элемента. Если бы у нас A S лежал бы в центре, тогда бы соответствующий класс сопряженных элементов, как мы видим, состоял бы из одного элемента только. Конкретно элемента A S. А здесь у нас не одноточечный класс, а содержит более одного элемента в этой сумме. Поэтому, конечно, у нас совпадение здесь числительный значительный не может быть. Значит, вот это все выражение, которое здесь вот в дробь, она делится на P. Ну и сумма тогда будет делиться на P. И здесь уменьшаемое делится на P. Значит, и разность делится на P. Итак, мощность центра делится на P, и в то же время эта мощность, очевидно, не ноль, потому что хотя бы нейтральный элемент здесь есть. Ну вот такое вот рассуждение. Так, есть еще вопросы по этому подтверждению, по теореме? Понятно, да? Так, дальше. Такой вот факт полезный докажем. Теорема 2. О том, что если у нас G является неабелевой группой, то фактор группы по центру не является циклической. Теорема 2. Если же неабелевой группы, то фактор группы G по Z от G по центру не является циклической. Так, доказательства. Так, давайте доказывать от противного. От противного. Так, пусть фактор группа циклическая. Пусть G по Z от G. Давайте я для удобства буду просто центр обозначать буквой Z. Не писать Z от G, а просто писать Z. Итак, пусть G по Z циклическая. И значит, она порождается каким-то одним из классов, смежных классов по подгруппе Z. Значит, G по Z. Давайте напишем. Равно AZ. Диапо не держит G. Так, хорошо. Тогда понятно, что у нас вся группа G по Z будет распадаться на отдельное выражение. Значит, она будет дизъюнтным введением классов вида А, К, Т, З. Где K больше либо равно 0. Сейчас при K 0 мы просто получим Z, да? Нет, K больше равно 1. Потому что у нас порождающий элемент. А, ну можно и 0 тоже всегда добавить. Потому что тогда у нас будет нейтральный элемент, а просто будет Z. Нейтральный элемент в фактор группе у нас все равно есть, и это будет элемент Z. А дальше будет AZ и так далее. Так, ну хорошо. Теперь давайте вот что сделаем. Я хочу получить противоречие. И противоречие будет состоять в том, что я докажу сейчас, что G Абелева. Из того, что мы имеем такое разложение дизъюнтное, я сейчас докажу, что G Абелева. Итак, пусть XY произвольные элементы, принадлежащие G. Докажем. Что XY равно Y. Вот я хочу доказать именно это. Что любые два элемента в G коммутируют. Так, давайте вот из того, что у нас есть такое разложение, я запишу, что X будет равен АКТ на какой-то элемент Z1. Z1 принадлежит Z. Из этого разложения X должно каким-то образом так представляться. И Y, например, равно AL на Z2. И Z2 тоже принадлежит Z. Ну, а теперь давайте честно напишем произведение X на Y. Что мы получим? А в степени K на Z1 умножить на А в степени L на Z2. Но у нас Z1 и Z2 — это элементы центра. И они с любыми элементами коммутируют. Их можно переставлять свободно. Тогда это запишу так. Это будет А в степени K плюс L на Z1 Z2. А дальше давайте элементы Z1 и Z2 переставим. Запишем это А в степени K плюс L на Z2 Z1. И опять-таки А в степени K я могу перенести в правую часть, переставить через Z2. Это будет А в степени L, Z2, А в степени K, Z1. Итак, я пользуюсь тем, что Z1 и Z2 — это элементы центра. Они со всеми элементами группы коммутируют. Ну, теперь понятно, что А в степени L на Z2. Это что у нас такое будет? Это у нас будет элемент Y. А здесь элементы Y. Получается Y. Итак, еще раз. Мы доказываем от противного. Предполагаем, что фактор группы по центру у нас является циклической. Вот мы записали, что она является циклической, фактор группы. Она распадается на какие-то дизъюнтные классы по подгруппе Z. И тогда мы пишем, что XY. Они в какие-то классы, естественно, попадут. И доказываем, что XY равно YX. Получается, что G — Абелева. Силу производности выбора XY. Противоречие. Противоречие. Так, и здесь есть важное следствие, которое, опять же, касается P-групп. Следствие давайте... Здесь что-то напишем. Всякая группа. Всякая группа порядка P в квадрате. Опять же, P простой. Является... Является Абелевой. Всякая группа порядка P в квадрате является Абелевой. Так, ну, пока давайте вспомним, что мы сегодня доказали про P-группы. Мы доказали, что всякая P-группа имеет нетривиальный центр. Ну, это, естественно, касается и группы порядка P в квадрате. У нее тоже есть нетривиальный центр. Доказательства. Рассмотрим Z, пусть это центр нашей группы G. Как вы думаете, сколько элементов может содержать такой центр, если он нетривиальный? Сколько элементов может содержать центр группы порядка P в квадрате? P может содержать, а еще? Ну, какие есть делители у числа P в квадрате? P и P в квадрате. Все, других возможностей нет. Давайте запишем. Тогда по теореме 1 порядок Z является делителем P в квадрате делится на порядок Z. Отсюда следует, что порядок Z равен P в квадрате или P. Так, ну вот, в первом случае все очевидно. Если порядок Z равен P в квадрате, то понятно, что раз подгруппа имеет такой же порядок, как и группа, значит, получается, что G равно Z. Группа в этом случае совпадает со своим центром, а значит, G какая? Абелевна. Отсюда следует, что G Абелевна. Элементы центра, они же между собой всегда коммутируют, значит, и G все элементы коммутируют. Так, вот покажем теперь, что второй случай на самом деле не имеет места. Покажем, что порядок Z равен P не то, что не имеет места, а тоже приводит к абелевости группы. Значит, если порядок Z равен P, то фактор группы G по Z будет иметь порядок P квадрат делить на P, то есть P. А такая группа, которая имеет порядок P, заведомо является циклической, правильно? Отсюда следует, что G по Z циклической. Итак, смотрите, если сейчас мы на секунду предположим, что у нас G не Абелева, то мы получим что? Что фактор группы G не Абелева, но фактор группы G по Z является циклической. Мы получим противоречие вот с доказанным, с доказанным утверждением теоремы 2. Итак, давайте запишем. Если сейчас, если предположить, что G не Абелева, то получится, что G по Z циклическая, противоречие с теоремой 2. Значит, G является Абелевым. G Абелевым. Итак, в первом случае сразу получается, что G Абелева, поскольку она совпадает со своим центром. Во втором случае, если порядок центра равен P, то мы не можем предполагать, что G не Абелева, потому что это приводит к противоречию с теоремой 2. Значит, G Абелева. Вот так вот доказывается это следствие. Итак, всякая группа порядка P квадрат, где P, простое число, всегда является Абелевой. Ну, можно спросить, а вот насчет порядка P в кубе. Здесь, оказывается, есть не Абелева группа. Давайте я сейчас приведу пример. Замечание. Существует не Абелева группа порядка P в кубе. Давайте рассмотрим такую вот группу, состоящую из матриц вида 1АЦ, 0,1Б, 0,1. Где А, Б, Ц принадлежат Z, P. Ну, в данном случае, Z, P нужно осматривать как кольцо. Кольцо вычетов по модулю P. Так, ну, понятно, что раз у нас А, Б, Ц здесь произвольные элементы из Z, P, значит, понятно, что таких матриц имеется P в кубе. Ну, и понятно, что это будет подгруппа в G, L, 3, Z, C. То есть, это группа матриц невырожденных, у которых коэффициенты берутся из, можно даже сказать, из поля Z, P. Что мы знаем, что Z, P является полем. Так, ну, а то, что она не Абелева группа, пожалуйста, проверьте сами. Это легко проверяется. Тут есть элементы, которые не коммутируют. Так, ну, вот дальше мы рассмотрим еще один вид действия классического. Это действие группы G с сопряжением на множестве подгрупп. Так, ну, вот дальше мы рассмотрим еще один вид действия классического. Это тоже, наверное, третий вид классического действия. Вот так мы пишем, третий вид. Действие группы G на множестве САБЖ. А так мы обозначали как раз множество подгрупп группы G. Так, давайте это действие определим так. Пусть H. H это подгруппа G. И для каждого элемента А, принадлежащего G, определим и А от H. Наши действия будут действовать именно на подгруппу H. Это А, H, А в минус первой. То есть мы опять же действуем на подгруппу с сопряжением. Ну, мы уже сегодня видели, что вот такое действие с сопряжением, оно является автоморфизмом. А ясно, что при автоморфизме любая подгруппа переходит в подгруппу. Значит, то, что мы получим, это тоже, естественно, будет подгруппа. Дальше рассмотрим орбиту. Итак, орбита G от H. Это будет что такое? Это будет множество всех подгрупп, группы G, которые сопряжены с H. Я так напишу словами. Множество подгрупп G, сопряженных H. Так, вот это орбита. Так, дальше стабилизатор. Стабилизатор подгруппы H. Это множество элементов A из G, таких, что IA от H равно H. То есть мы рассматриваем те элементы, которые подгруппу H оставляют неподвижные. равносильные тому, что мы рассматриваем A из G, такие, что A H A минус 1 равно H. Вот опять же полезно умножить вот это равенство, полученное справа на элемент A. Получим, что это A из G, такие, что А H равно H. И так мы рассматриваем те фактические элементы, которые коммутируют с подгруппой H. В том смысле, что у нас получается левый смежный класс по подгруппе H порожденный A совпадает с соответствующим правым смежным классом. Так, ну вот такой вот, раз это стабилизатор, это естественно стационарная подгруппа, то есть это подгруппа уже, у такой подгруппы есть название. Давайте напишем, как называется. называется этот нормализатор нормализатор подгруппы H в группе G и будет обозначаться дальнейшим так N с индексом G от H. Итак, N с индексом G от H это нормализатор подгруппы H, то есть это совокупность всех таких элементов A, таких, что выполняется равенство A, H равно H, A. Так, наряду с понятием нормализатора подгруппы можно рассматривать и централизатор подгруппы. Давайте я напишу, что это такое. Значит, замечание. Существует и понятие централизатора подгруппы подгруппы H. Обозначается он так. C, G уже от H. Раньше мы с вами рассматривали централизаторы элементов группы и говорили, что это такие элементы A в группе G, которые коммутируют с данным элементом. А вот что значит, что централизатор именно подгруппы? По определению это совокупность всех A и G таких, что для любого H из подгруппы H выполняется A, H равно H, A. То есть мы рассматриваем такие элементы, которые для каждого элемента подгруппы H с этими элементами коммутируют. Ну, если это сравнить с определением централизатора элемента, то понятно, что раз для каждого H выполняется это равенство, значит, получается, что A принадлежит одновременно централизатору элемента H. Маленького, правильно? А раз это выполняется для каждого H из H, то получается, что это фактически пересечение по H принадлежащим H централизаторов C, G от H. Итак, централизатор подгруппы фактически это пересечение всевозможных централизаторов элементов из данной подгруппы H. Так, дальше такое очевидное замечание. C, G от H, централизатор, всегда содержится в нормализаторе. N, G от H. Давайте в этом убедимся. Нужно проверить, будет ли выполняться такое равенство. Но мы знаем, что H маленькое равно H маленькое А, да? Если у нас А лежит в централизаторе. Понятно, что если с каждым элементом H коммутирует, значит, и смежные классы будут совпадать. Итак, централизатор содержится в нормализаторе. Так, ну и опять же упражнение. Упражнение. Доказать, что N, G от H нормализатор подгруппы H это наибольшая подгруппа в G наибольшая подгруппа в G такая, что H является в ней нормальной подгруппой. Такая, что H является в ней нормальной подгруппой. Итак, нормализатор это наибольшая подгруппа, в которой H является нормальной подгруппой. так, дальше введем понятие транзитивного действия. итак, пусть и G S от G S от омед, извиняюсь, гомоморфизм действия. Действия G на множестве омеда. Так, действия I называется транзитивным. Мы сейчас сразу определяем, что значит, что действие транзитивным. Если если омега содержит одну только единственную орбиту относительно этого действия. Если омега так состоит из единственной орбиты. В общем случае, мы знаем, что омега должна распадаться в разбиение, так сказать, в результате действия. То есть, должно распадаться на неперетекающиеся орбиты. Здесь получается одна единственная орбита. Или я напишу так. Иначе до любых омега-1 и омега-2 принадлежащих омега выполняется омега-2 равно а омега-1 для некоторого а принадлежащего G. То есть, любые два элемента содержатся в одной орбите. Можно из одного элемента получить другое по действиям элемента а из группы G. Дальше докажем так называемую лему Бернсайда. Нам здесь потребуется количество неподвижных точек под действием I. Такое понятие. И так, пусть опять же G в S от омега действиям Слово действия, как вы помните, означает, что это гомоморфизм групп. Пусть для A принадлежащего G N от A это число неподвижных точек неподвижных точек в омега под действием под действием I. Итак, N от A фактически это мощность таких омега, то A омега равно омега. мощность вот такого мы рассматриваем элементы омега, которые остаются неподвижными под действием элемента. Итак, лемма Бернсайда. Лемма Бернсайда. Так, пусть G конечная группа. тогда утверждается, что порядок группы G равен сумме таких чисел N от A, можно сказать, что это число неподвижных точек, где A пробегает всю группу G. Так, лемма Бернсайда утверждает, что порядок группы равен сумме тех неподвижных точек, где A пробегает группу G. вот таких чисел N от A. Так, доказательства. Так, давайте еще раз запишем, что такое стабилизатор Омега. Так, стабилизатор Омега это совокупность элементов A из G таких, что A Омега равно Омега. Так, но мы знаем, что мощность стабилизатора она равна мощность стабилизатора равна порядку группы разделить на порядок группы разделить на порядок орбиты на G от Омега. Так, что нехорошо, конечно, совсем, я забыл еще одно важное условие, что G действует транзитивно на Омега. Давайте здесь напишем. Пусть G конечная группа, вот это существенно, действующая транзитивно на Омега. Вот это существенный факт. Давайте еще раз это напишем. Итак, Лема Бернсайда. Пусть G конечная группа, действующая транзитивно на Омега, тогда утверждается, что такое равенство имеет место. Итак, мы запитали мощность стабилизатора, выразили через порядок G и порядок орбиты элемента Омега. Но в данном случае порядок орбиты это что будет такое? Это будет мощность самого Омега, правильно? У нас же все Омега это одна единственная орбита в силу транзитивности, правильно? Тогда это будет у нас порядок G разделить на порядок Омега или мощность Омега. Так вот, это уже вытекает из транзитивности. Так, теперь мы рассмотрим такое множество. Давайте запишем. Пусть дельта это множество упорядоченных пар вида А Омега принадлежащих G умножить на Омега. Таких, что А действую на Омега дает Омега. То есть, эта упорядоченная пара состоит из элемента группы и элемента пространства Омега, который остается неподвижным под действием элемента А. Вот давайте такие упорядоченные пары будем называть допустимыми. Назовем допустимыми такие пары. Так, вот сейчас я буду двумя способами подсчитывать сколько вот элементов имеется такого вида. Так, значит, здесь есть две возможности. Первая это по всем элементам Омега подсчитывать такие А, которые будут Омега оставлять неподвижными. Итак, мощность Омега запишем. Это будет сумма сумма Омега. СТ от Омега. Вот такой вот мощности. Значит, еще раз, сюда у нас попадают те элементы А, которые оставляют Омега неподвижными. И мы считаем по всем Омега вот такие вот элементы. Хорошо, но вот эта вот мощность стабилизатора Омега у нас подсчитана выражается через порядок Смотрите, то, что мы суммируем, вообще говоря, от индекса Омега не зависит. То есть, здесь фактически суммируются одинаковые слагаемые в каком количестве? В количестве, равном мощности Омега. То есть, получается, что это у нас мощность Омега умножить на порядок G и делить на мощность Омега. Получается порядок G. И как мы посчитали число вот таких допустимых пар, исходя из того, что мы сначала для каждого Омега смотрим сколько элементов А его оставляют неподвижным, а это число таких элементов равно как раз мощности стабилизатора Омега. И суммируем по всем элементам из Омега. Здесь мы видим, что у нас суммируются одинаковые слагаемые. Я вот эту формулу применяю в количестве равном мощности Омега. Получается, что это равно порядку G. А? А? Ну, могут мощности стабилизаторов перетечься. Ну и пусть пересекаются. Мы же здесь все равно будем получать разные порядочные пары. Мы здесь смотрите, рассматриваем именно пары по отдельности. Элемент из Омега и элемент, который его сохраняет. И вот такие все пары мы называем допустимыми. Как раз, чтобы их посчитать, мы должны все такие вот порядочные пары найти. Так, второй способ. если мы наоборот фиксируем элемент А, а потом смотрим, сколько элементов он у нас сохраняет. Давайте так запишем. Второй способ. Это будет сумма по А, принадлежащему G. А сколько элементов сохраняет элемент А? Он сохраняет у нас n от А элементов неподвижными. Вот мы записали. n от А это те Омега, которые оставляются элементом А неподвижными. Так, ну а здесь что мы получаем? А здесь как раз получается сумма по А, принадлежащему G, n от А. Итак, сравниваем. Мы вот так получили первым способом мощность числа допустимых пар. Вот второй способ. Сила того, что мы подсчитывали мощность одного и того же множества, только сначала мы подсчитывали элементы Омега брали и смотрели, сколько элементов из группы их сохраняют, а здесь наоборот, брали элементы из группы и подсчитывали количество тех элементов орбиты, которые остаются неподвижными под действием данного элемента. Вот два способа подсчета одного и того же множества. Ясно, что мы их должны приравнять, и отсюда мы получаем, что по ряду к G равен сумме N от A по A принадлежащим G. Итак, по ряду группы равен сумме чисел неподвижных точек под действием элемента A. Вот это называется Лемма Бернсайда. И отсюда вытекает важное следствие, которое я сейчас тоже докажу. На этом я на сегодня уже закончу. уже до представления групп, к сожалению, я не дойду. Не успею. Хотя хотелось о представлениях рассказать. Так, следственное. Итак, пусть конечная группа G конечная группа G действует на конечном множестве омега. Конечная группа действует на конечном множестве омега. Так, напомню, что вот так мы обозначали число орбит действия. Это напишем число орбит действия. действия G на омега. Так вот, утверждается, что это число орбит можно вычислить вот так. тогда число орбит действия равно сумме на сначала множество единицы делить на порядок G сумма по А ближайшим G и она там. Итак, смотрите, N от А это что такое? Это число неподвижных точек под действием элемента А на амега. А когда мы делим, суммируем по всем элементам из G и делим на количество элементов G, мы получаем как бы среднее число неподвижных точек. Вот это выражение справа я здесь напишу. Это не что иное, как среднее число неподвижных точек. Понятно, почему? Потому что среднеаритметическое так получается. Когда мы ходим посчитать среднеаритметическое, мы берем, суммируем слагаемые и делим на их число. Получается среднее. Вот среднее число неподвижных точек. Так, доказательства. Доказательства. Понятно, что у нас будет конечное число орбит, потому что у нас конечная группа пусть Омега-1, Омега-2 и так далее, Омега-S и орбиты. Так, сейчас еще буквально минуточку вашего внимания займу. Так, тогда мы можем записать, пусть итая от А это число неподвижных точек у элемента А в итой орбите. В орбите Омега-1. Так, дальше понятно, что так как g на Омега-1 действует транзитивным, то что отсюда следует? Мы можем применить лему Бернсайда и записать туда сразу, что у нас порядок g равен сумма n и т.р. по А принадлежащему нежею. Итак, здесь у нас как раз число неподвижных точек в итой орбите. Итой орбита там действия транзитивна, потому что у нас это все одна орбита взятая. Это вот Лемма-Бернсайда. Так, но осталось что сделать? Осталось взять вот это равенство и просуммировать по и от единицы до s. У нас всего имеется s орбит. Понятно, что раз мы суммируем по а справа что получается сумма по А принадлежащему g сумма по и от единицы до s н ит от а. Н ит от а это число неподвижных точек в итой орбите, а когда мы суммируем по всем и от единицы до s, вот это у нас получается число неподвижных точек н от а во всех орбитах, то есть во всем омега. Тогда получается, что это же равно сумма по а надлежащему g n от а. Ну а остается отсюда выразить s. s это и есть количество орбит, то есть порядок вот такого вот отсюда s это будет порядок g по омега число орбит, чему оно будет равно? Ну и естественно это будет порядок g на сумму n от а. По а принадлежащему g. Я уже сказал, что эта сумма стоящая справа, поскольку делится на порядок g, это будет среднее количество неподвижных точек. Итак, среднее количество неподвижных точек равно число 1. Вот такое следствие. Так, все на сегодня. Спасибо. Спасибо.